привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас рубрика будет традиционно музыкальная мы добавим немножко техно в нашу жизнь а если быть более детальным вы знаете что на любой яхте вода это жизнь а опреснитель это то что дает нам находиться на лодке автономно то есть мы с помощью опреснителя расширяем наш диапазон и расстояние которое мы можем совершенно спокойно покрыть и находиться автономно вдалеке от берега так вот пресная вода на лодке и сегодня я вам расскажу как работает опреснитель и система обратного осмоса то есть мы разберем опреснитель так как у нас с ним есть небольшая проблемка она достаточно примитивная то есть просто нужно заказать новый подшипник и его поставят это делать будем не мы сами мы его просто заказали потому что его нужно запрессовывать и лучше это получить завода готовая а что это за подшипник я вам конечно же покажу и более того мы попробуем промыть мембрану с помощью химии и посмотрим сколько грязи вымоет из мембраны за 750 часов или 6 лет работы опреснителя а мы разберем как работает в теории и на практике система обратного осмоса для опреснения соленой морской воды и пройдемся по всем системам которые на лодке работают и посмотрим на полностью на цикл производства пресной питьевой воды drinking water между прочим итак вот мы купили химию которая нам необходимо для того чтобы мыть опреснитель давайте посмотрим что здесь пакетики ну во первых перчатки ну это такое дело во вторых инструкция это мы будем внимательно читать далее два компонента 1 и 2 что здесь написано короче ничего не написано просто один и второй но вообще один из них это щелочь второй кислота нужны они для того чтобы один убирал органику а второе образование солей в мембранах но это все теория в инструкции написано в принципе то же самое только как это делать и что это делать но прежде чем запустить вот непосредственно процесс и показать его давайте разберемся как работает опреснитель сам по себе ну я уже недавно рассказывал вот это сам контрольный юнит он работает на самом деле достаточно просто вот это вот ручка она крутится и просто увеличивает давление внутри системы давление показывается здесь на приборе а здесь у меня есть выбор то есть этот опреснитель до то есть его можно включить на 220 либо можно включить на 12 вольт либо же на 24 там мотор одинаково работает вот для того чтобы включить его на 220 нам нужен 220 соответственно а 12 вольтовый у нас поломался я вам сейчас покажу как идем так ну вот собственно это опреснитель фирмы desolator что у нас тут видно вот смотрите вот эта вот часть вот это вот которую вы видите это 12 вольтовый мотор то есть когда мы включаем опреснитель на 12 вольт от батарей этот мотор начинает крутиться переменным механизмом передает на вал внутри вот этого компрессора находятся такие клапана три штуки и они создают давление жидкости в контуре то есть для чего нужны вот эти вот колесики с подшипниками потому что когда крутится двигатель в одну сторону вал у опреснителя у помпы высокого давления он в любом случае крутится с двух сторон и в одну сторону колесо крутится в другую она прокручивается сейчас я попробую показать вам как это происходит так вот смотрите в одну сторону крутится это вот сейчас вот этот большой мотор это 220 в другую сторону вал прокручивается внутри то есть когда работает 12 вольтовый мотор вот вал крутится внутри и не задействует колесо когда крутит вот этот вот мотор который работает от 220 вольт то соответственно это колесо крутится и крутит вал но с другой стороны вот такой вот второе колесо она не работает короче внутри стоит подшипник как на старых велосипедах когда он в одну сторону работает а в другую тормоза так вот он в эту сторону работает а в эту сторону включается тормоза вот этот вот 220 вольтовый мотор у него мощность 075 киловатта это от 220 если мы посмотрим на вот этот мотор то есть 12 вольт так 2000 оборотов в минуту мощность 550 ватт две мембраны это мембраны закрытого типа они находятся в арматуре вот эти белые полосочки это арматура просто которые их держит вместе каждая мембрана способна производить 30 литров вот так как она выглядит вот смотрите здесь проходит соленая вода вот соленая вода сливается за борт а вот это место куда через весь фильтр проходит пресная вода ну а присняется то есть проходят только молекулы пресной воды вся жижа соленая сливается за борт а пресная вода выходит через трубки производительность если я не ошибаюсь порядка там 10 там 12 процентов то есть если 100 литров воды прокачали то 10 литров воды получили может быть меньше то что очень важно вот эти вот то что я вам показывал три клапана не раз два три идут я не знаю здесь задействованы ли в этой помпе все три или нет так внутри находится масло здесь ничего такого специфического нету видно здесь обычная компрессорное масло там видно такое прозрачненькая ну и здесь соответственно сбоку есть окошко в котором видно уровень масла чипник у нас как я вам уже сказал с этой стороны развалился и мы отдали вот это же колесико которое у нас находится с этой стороны точно такое же мы отдали его в ремонт на замену вот этого внутреннего подшипника закрытого типа вот от него куски валяются ну что давайте запустим и посмотрим как эта вся система начнет работать так это звук у нас запустился дизель генератор потому что 12 вольтовый мотор у нас не работает будем запускать на в этом режиме опреснитель работает в режим ринз то есть это просто промывка мембран а далее мы крутим регулятор и выставляем давление вот давление в контуре поднялась и начинается промывка мембран выгоняет воздух из мембран вот увидите и это все сейчас зайдет в режим пор колите потому что он начнет тестировать воду вот увидите пор колите сейчас мы нормализуем давление то есть что делает этот регулятор он просто подает нужное давление внутри самого самой мембраны и все то есть если будет давление больше мембрану можно ушатать поэтому мы пользуемся регулятором и выставляем просто ровное давление количество воды которая будет проходить сквозь эти мембраны сквозь это сечение то есть давление достаточно высокая порядка 60 атмосфер вот этот вы видно как крутится вал и соответственно работает компрессор он передает воду вот этот кондур далее по трубкам по трубкам по трубкам оно спускается в мембрану и из мембран часть уходит на слив а часть вот по этой тоненькой-синенькой трубочке вот ее видно там или не очень стекает в бак вот как стоит вся процедура фильтр наш который уже пора менять он внутри как вы видите он такой серый грязного цвета но это не страшно потому что вот на внутренней поверхности он белый нормальный это еще нормальное состояние его конечно неплохо бы поменять но в таком виде ничего страшного мы сейчас отключим подачу воды вот этот секок потом после того как мы сделаем выплеснители сейчас литров 50 60 что нам будет нужно мы отключим этот секок и ход заведем просто обычная ведро в которой мы нальем нальем пресной воды и будем добавлять туда соли но фильтр мы обязательно оставим так теперь открываем мануал вода что у нас здесь видно сначала 5-10 минут ринз просто обычной водой далее разбавляем алкалай одна из банок так далее разбавляем кислоту потом а потом просто промываем давайте делать так ну что закрываем храник и теперь просто откручиваем вот это вот трубка это забор соленой воды так вот после того как мы это все сделали вот так вот сливаем короче это не соленая вода это конкретно пресная вода то есть после того как опреснитель проводит полный цикл он этой водой просто промывает всю систему обратно и добавляет воду выдавливает ее прямо фильтр поэтому внутри опреснителя получается пресная вода я не этого не знал мне говорили после каждого раза промывая его пресной водой оказывается опреснитель делает это сам автоматически вы видите шланг который я сюда одел он идет вниз и идет ведро то есть из ведра нас организован забор пресной воды сейчас мы будем просто промывать опреснитель так смотри отрезал такой маленький кусочек трубки это вот у нас такой фитинг есть я его сюда вставляю он так но нельзя сказать что он там сильно хорошо торчит но не и так чтобы вот он совсем болтался то мы берем изоленту вообще то что я сейчас вот это вот все делаю это такой называется колхоз потому что нам нужно просто одеть этот фитинг и его каким-то образом закрепить там давление нету вода просто течет самотоком и я еще просто вот так вот замотаю изолентой и просто шланг в ведро вот все я думаю что ничего за там какое-то близкое время не произойдет теперь берем стандартный фитинг тот который я снял системы оставляется так откручивается эта штука вставляется сюда вот так вот даже можно его немножечко закрутить это вставляется сюда и зажимается и вот собственно получается вот такое вот крепление которое я сейчас одену на опреснитель так одеваю вот этот фитинг сюда сюда вот и его просто накручиваю в систему и у нас отсюда будет течь пресная вода не в бак все готово зашла на вот этот шланг забора воды вот этот шланг слива ну что мы готовы все подготовлено ведро подключено забор подключен слив подключен еще момент почему мы подключили до фильтра потому что впоследствии когда будет проходить промывка мембраны то вот эта гадость которая с мембран будет попадать в ведро и будет идти предварительная фильтрация и дальше в мембраны будет уже идти опять нормальная чистая фильтрованная вода фильтр естественно мы потом выбросим ну ну и что я так понимаю что вот он сейчас увеличивает давление и начинает забирать больше воды вот он уже вкачал блин пол ведра и что почему из него не течет короче все фигня переделываем не получилось прикол в чем у этот у этого опреснителя стоит анализатор воды когда он видит что вода недостаточного качества он его просто скидывает за борт поэтому из ведра то он воду пьет и одевает он ее естественно за борт поэтому мы сейчас отключим сикок слива из опреснителя и его выведем в ведро так готово вот он у нас родименький вот там находятся сливы самый дальний самый вот передний носу это как раз был слив опреснителя и вот я сюда подключил просто большой длинный шланг и теперь он у нас идет прямо в ведро так наш шланг с изолентой это тот который сливной ну что поехали попробуем включился опреснитель вы слышите аллилуйя пошло в ведро так эта часть работает по мануалу бумажка по мануалу первый ринзинг от 5 до 10 минут далее нам нужно очень четкое количество воды 10 литров две банки по 5 и в ней в начале мы будем растворять щелочь то есть алкалайн так здесь восемь литров адская жижа step number one теперь чем-то надо помешать пока я туда лезть боюсь так щелочь шланги сложены запускаем опреснитель по мануалу это должно занять по времени от 15 до 20 минут через какое-то время опреснитель сваливается в ошибку и его надо будет перезапускать и этого надо сделать в течение 15-20 минут о грязь текает ой там прямо плавают какие-то черные лохмотья видно да вот там они внизу вот это вот все выдуло изнутри из мембран потому что чистая была вода то есть мы когда сливали последнюю была чистая видите какие лопухи вот это вот какашки плавают продолжаем сливать вкусняшечку вода такая желтого цвета уже даже заметно вот она была прозрачная стала такая красивая красивая а теперь тут появилась пенка шикарно пенка над желтой водой делаем болото включили опять опреснитель и вот пошла вода сейчас будем вымывать алкалайн из ведра и где-то опять 10 минут можно заниматься промывкой чтобы убрать щелочь из мембраны так следующая химия которую мы засыпаем это кислота айсид о теперь сыпется неверное не стоит дышать вот этими парами которые вот оно яд лег на дно так сейчас я доливаю до 10 литров и будем это растворять опять очень важно наливать медленно потому что когда наливаешь большими когда он булькает то потом эта кислота вылетает наружу если попадет на кожу то может разъесть ну наверное я честно говоря не знаю что это за кислота но разбираться не хочу и пробовать как-то тоже не очень запустилась о пошла вода и сейчас пошла в мембраны кислота из-за того что кислота растворяет как-то она выглядит немножечко получше хотя может кислота убирает просто таки все накипи щелочь убирала все микроорганизмы я не знаю как это работает но это и не имеет значения большого так сейчас я покажу как сваливается он в ошибку так вот я его еще раз запускаю включился насос начинает качать мигает он еще все давление держит промывает мембраны и через какое-то время он просто отключается надо его перед запускать по новой свалилась но в этом случае это мы делаем вот так все опять запускается и все по новой вот эти вот все лохмотья которые плавают это все вы мало кислотой я вообще не понимаю откуда оно там и где оно там все держалось ну и такая пленочка сверху естественно плавает но это последняя процедура сейчас мы будем ее промывать просто обычной пресной водой последние два цикла мы запускаем на обычной пресной воде которая идет с опреснителя потому что декальцинированная мы запускаем два режима промывки после каждого 10 литровое ведро смываем мы теперь начинаем собирать обратно то что мы разобрали подключать к секоком все шланги из опреснителя давайте делать вот этот который самый дальний вот он с синей рукояткой вот это как раз есть опреснитель а сейчас мы вот этот вот откручиваем вот этот и на его место ставим родной который идет с подачи шланг у нас оставлен на место секок пока еще закрыт потому что мы сейчас будем брать и снимать фильтр потому что я хочу поставить поставить новый раз мы уже помыли опреснитель фильтров у меня благо дофигища я их купил по моему на 5 долларов там штук 15 ну вот смотрите тут видно он внутри даже несмотря на то что он снаружи грязный внутри он абсолютно чистый участие просто в новую воду поставлю новый фильтр и все вот они вот эти фильтра пленочки распечатываем эти все фильтра это 5 микронные фильтра дать мы еще вставляем сюда и опускаем пол фильтра и туда налил воды но нужно будет обязательно включить прокачку соленой воды потому что если через мембрану пойдет пресная вода то мембране настанет конечно смерть поэтому в маленьких количествах понятно нет но мы же не хотим продлить укоротить жизнь мембране которая стоит одна штука 800 евро нет поэтому мы будем экономить жадный жлоб так все есть закручено открываем сикок как это делается вы уже знаете включаем на 220 давление не добавляем и просто ждем и смотрим внимательно фильтр видите вода поднимается значит он наполняется сейчас он прокачает всю систему и потом можно будет его включать и что думаете запустилось ничего не запустилось вроде все работает вроде все собрал включаю опреснитель на производство воды и нету за борт ничего не течет воздушная пробка в системе начал читать мануал ртфм и вот что я вычитал что есть режим автоматической промывки мембран после того как бы вы пользовались опреснителем вы сначала не выключаете офф а сначала выкручиваете давление на ноль и система автоматически включает промывку всех мембран пресной водой но перед следующим использованием эту пресную воду из мембран нужно убрать так вот есть еще другой вариант вот сейчас я вам покажу вот это вот стрелочкой показан краник который может перевести всю систему в режим ручного ринза ручной промывки и вот я взял этот кран перевел его в режим промывки и водяная помпа на лодке начала продавливать через систему всю просто пресной водой продавила убрала пробку я переключил обратно на соленую воду работает воля короче вот сюда заходит соленая вода из сикока снизу есть кран который переключает на режим промывки вот он если его сейчас поднять вверх это будет пресная вода если его пустить вниз это будет соленая вода я его поднял вверх вся система промылась пресной водой и вытолкнул эту пробку итак друзья что же у нас получилось и почем набор из двух химии это щелочек кислота с набором из двух перчаточек обошлись в 46 евро евро это полный набор обслуживание water maker а дизеля мы спалили наверное евро на 5 и при этом произвели наверное потратили не произвели наверное литров так 70 воды на все промывки на все циклы на все на все на все ну и естественно у нас получился полностью рабочий опреснитель оставайтесь с нами не забывайте поставить кнопочку колокольчик подписка и вы будете знать что у нас еще интересного происходит на лодке до встречи в море ребята пока а Продолжение следует...